В истории мы черпаем опыт, а на основе опыта образуется самая живая часть нашего практического ума. Немецкий мыслитель и богослов Иоганн Гердер. По-моему, это чудесная опция для человека, а значит, давайте вспоминать. Здравствуйте! В эфире программа «Хронограф» и я, ее ведущая Елена Ткач. В сентябре 1953 года все газеты Советского Союза, в том числе и Магнитогорские, сообщили об избрании первым секретарем ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. И вскоре портреты Никиты Сергеевича заполонили города и села страны. 14 февраля 1956 года. День открытия 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. В 1956 году на 20-м съезде КПСС Хрущев выступил с докладом о культе личности Иосифа Сталина и массовых репрессиях. Этот съезд стал поворотным в жизни советского общества, но правление Никиты Хрущева запомнилось не только разоблачениями Сталина, но и обменом денег. Почти 60 лет назад, в самом начале 1961 года, в Советском Союзе появились новые рубли и копейки. Им даже удалось ненадолго пережить СССР. В народе ходил в свое время шутливый стишок. Сталин выиграл войну, Ленин – революцию, Хрущев деньги поменял, Брежнев – конституцию. У многих купюры образца 1961 года до сих пор вызывают самые теплые чувства. Это воспоминания детства и юности, когда обед в школе стоил 30-40 копеек, самое большое мороженое – 48 копеек. В отличие от денежных билетов 1947 года, которые обладали сравнительно крупными размерами, теперь были приняты небольшие, но удобные форматы. Есть легенда, согласно которой уменьшением размера купюр советские граждане обязаны были лично дорогому Никите Сергеевичу. Когда ему принесли эскизы новых денег, он якобы остался недоволен их величиной и, взяв ножницы, буквально подрезал края под свое портмоне. К разговору о денежных знаках. В одном из выпусков газеты «Магнитогорский металл» за сентябрь 1953 года рассказывается о любопытном событии. На сцене городского театра состоялся тираж выигрышей третьего государственного займа. Для проведения этого мероприятия из Москвы специальным вагоном было доставлено тиражное оборудование. Четыре тиражных колеса, электроуказатель номеров выигрышных серий и облигаций и вся необходимая документация. После пересчета тиражных билетов на сцену поднялись дети из детского дома, которые заняли места у тиражных колес. И тираж выигрышей начался. Колеса приводились в движение, электричество от специального пульта управления, размещенного на сцене театра, работал. Дети вынимали билеты. Во время тиража 39 магнитогорцев получили выигрыши на сумму 13 950 рублей. В том числе было оплачено 5 выигрышей по 1000 рублей. Кроме того, был один выигрыш на 25 000 рублей. Для сравнения, средняя зарплата в 1953 году равнялась 685 рублям. С именем Хрущева в Магнитогорске связан неосуществленный проект создания Магнитогорской области. Модная политическая шутка про переименование Челябинской области в Магнитогорскую на самом деле имеет под собой историческую основу. Такой проект действительно обсуждался при Никите Хрущеве в 1954 году. Возможность перекроить карту была вполне реальной. Так, например, 6 января 1954 года из кусочков соседних областей была создана Липецкая область, которая обслуживала по сути главный металлургический гигант региона. Ровно по такому же принципу должна была образоваться и Магнитогорская область. Но этим планам не удалось осуществиться. Говорят, из-за противодействия национальных партийных элит. В сентябре 1968 года в Магнитогорске побывал композитор Владимир Шаинский. Об этом рассказала местная пресса. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Дили-дили, крали-валят. Это мы не проходили, это нам не задавали. Музыкальный автор известных хитов не раз приезжал в Магнитку. В сентябре 1968 года он побывал здесь не один, а в компании поэта-песенника Михаила Плецковского. Почетные гости сделали запись в городской радиостудии, чтобы их голоса могли услышать многие магнитогорцы. Также они выступили перед студентами педагогического института. Остров любви, где-то там в океане, остров любви, остров любви, только прячется где-то в тумане, остров к себе, меня позови. Забавная история, связанная с визитом Шаинского, но только она произошла позже, спустя 30 лет назад. Вот как этот эпизод описывается в заметке, кстати, на первой полосе газеты «Магнитогорский металл». Цитирую. 2 июня у Столевара Сергея Семчука день рождения. Никак не думал он, идя на работу, что получит в подарок песню от самого Владимира Шаинского. Народный артист Российской Федерации Шаинский приехал на сменно-встречное собрание в гости к рабочим Мартеновского цеха номер 2. Пел песни последних лет, полюбившиеся детям и взрослым. В конце встречи композитор неожиданно объявил, «Для именинника Столевара Сергея Семчука я исполню песенку крокодила Гены». Мартеновцы горячо зааплодировали. Рабочие расходились довольны. Владимир Шаинский получил цветы, их товарищ Сергей Семчук – песню в подарок. Продолжая обозрение старых выпусков городских газет, интересно вспомнить такого спортсмена, как Виктора Лисицкого. О его спортивных достижениях рассказывает ММ в сентябре 1968 года. Легендарный гимнаст Виктор Лисицкий – наш земляк. Он учился в средней школе номер 8. Здесь он познавал азы большой гимнастики. Тренерами гимнаста были Александр Васильевич Михалев, Надежда Павловна Рогова. Как вспоминают современники, получалось у спортсмена все не сразу. Но настойчивость преодолела многое. В 17 лет Виктор становится чемпионом города, а потом завоевывает звание сильнейшего гимнаста Челябинской области. Вскоре после окончания школы Виктор был призван в ряды советской армии. В 1958 году его грудь украсила Алла Лента, чемпиона уже Московской области. И ему было присвоено высокое почетное звание мастер спорта Советского Союза. Дальше Виктор включен в состав сборной Советского Союза. И вы видите, с какой скоростью исполняет свое упражнение Виктор Лисицкий. Да, в отведенное время ему нужно было успеть выполнить много элементов. Восемью годами раньше их было гораздо меньше в выступлениях гимнастов на помосте для вольных. И приземление в доскок. Лисицкий превосходно отработал. Свои олимпийские медали Виктор Лисицкий добыл на летних играх в Токио в 1964 году и в Мехико в 1968. Правда, как и большинство магнитогорских спортсменов советской поры, родной город знаменитый гимнаст ко времени своих высших достижений покинул. После окончания средней школы Лисицкий поступил в Московский государственный педагогический институт имени Крупской и сменил магнитогорскую прописку на подмосковную. Наша событийная лента подошла к концу. С вами была программа «Хронограф». Встретимся через неделю. Продолжение следует...